Всем привет! Меня зовут Алексей Куженков, и мы с вами учимся играть в го. Сегодня речь пойдет о ярких ошибках профессионалов. Представим себе 2000 год, 55-й титул Ханинба, Умэйн Чо Сон Джин. Фокус нашего внимания обратим к середине партии. Черные и белые группы здесь перемешались и бегут в центр. Белая группа, черная разрезающая группа, белая очень слабая разрезающая группа, черная группа. Все бегут и нуждаются в внимательном сопровождении. Ключевая группа для белых — три камня. Именно ими сейчас занимается белый. У этой группы мало дыханий. Это проблема. Примерно такая зона возникает у белого. Белый продолжает давить. Здесь возникает интересная ситуация. Если бы я играл эту партию, то, скорее всего, на ход в точке А я бы предположил, что у моей белой группы проблема. И потратил бы ход на ее укрепление. Ну, например, вот так, в точку Б. Возможно, я сделал бы что-то другое, но это была бы первая мысль. Это укрепление группы Б и разделение двух черных. Однако в центре также есть разрезающая группа, которой надо заниматься. Именно этой группой и занялся белый. Вопрос. Можно ли поймать разрезающие белые камни? Есть несколько идей, таких напрашивающихся, для того, чтобы захватить эту белую группу. Первая идея связана с лестницей. Вот такого плана. Однако сразу видно, что на пути этой лестницы находится много белых камней. Быть может, поможет вот такой вот ход, отцепляющий. Два дыхания, но и у черных слева мало дыханий. То есть очевидно, что если белый будет проталкиваться или как-нибудь вот так вот играть, удержать его уже не получится. Видно, что будут захваты, бегство. Может быть, какой-нибудь такой ход? На что рассчитывает здесь черный? Ну, может быть, как-то белый в торопях ответит. И соединение здесь уже проблема. Но если белый сыграет аккуратно, ну, например, как-нибудь так. Видно, что белый убегает. Так вот, к чему я все это рассказываю. К тому, что в реальной партии белый таки вытянулся вниз. Черный поставил отаре. Потом еще одно отаре. Потом еще одно отаре. И... Белый сдался. Но почему, спросите вы? Проверяем. Предположим, белый бежит лесенкой. Черный ловит эту группу. Белые соединяются. И тут вдруг выясняется, что камни, которые здесь стоят, стоят не очень-таки прям плотно. И не очень сильно помогают. Черный играет еще одно форсированное отаре. И лесенка поворачивает свое бегство с небес в ад. Она бежит к правой стороне доски. Упирается. Да, есть съедение камня. Но это погода не делает. Та-дам! Печально. Насладимся этой комбинацией еще раз. Итак, если белый бежит... Друзья белых оказываются в стороне от места событий. Я часто говорю, что лестница — это данный прием. И мне возражают, ну, Алексей, тут же все очевидно. Я уже все это знаю. Вы скажите мне что-нибудь сложное. Вот вам пример. Девятый дан попал в красивую, но передрягу. Думайте и действуйте. Всем хорошего настроения. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!